про лечение хэсэн вот что такое все так скажем вот в конце августа в конце августа начале сентября прошел и европейский кадры конгресс кардиологов самый главный один из самых главных конгрессов в мировой кардиологии вот и соответственно по новым рекомендациям как мы должны лечить сердечную достаточность туда теперь включены такой препарат как а вот этот ингибитор си джи ильти 2 то есть ингибиторы натрий глюкозного код транспортера всем диабетикам 0 и большинство диабетиков известны эти препараты фарсига фарсига вот к примеру им начинали лечить вот быть как как влияет вообще эти ингибитор си джи ильти 2 на сердечно-сосудистые заболевания на конкретно сердечно-сосудистые достаточность вот этим препаратом начинали лечить диабет ну и сейчас соответственно им лечь также диабет вот и когда делали исследования вот эти исследования показали что люди которые страдают диабетом и сердечной недостаточностью у них больше выживаемость они меньше попадает стационар и вообще смертность намного меньше именно от сердечной недостаточность от сердечных заболеваний вот а потом 2016 году у людей веревы у следователей пришла такая мысль а почему бы посмотри посмотреть бы а как будут эти лекарства влиять на людей просто сердечным достаточно без диабета вообще что делают эти препараты их основное действие этих препаратов они глюкозу и натрий выводит с мочой то есть снижается уровень глюкозы и снижается уровень натрия в организме соответственно увеличивается натрий урес и гликоза урия вот соответственно выводится натрий и глюкоза из организма также они снижают внутри почечное давление в клубочек почек и то есть обладает нефропротективным действием так вот решили посмотреть как люди которые не будут страдать день который не страдает диабетом но страдает сердечной недостаточностью как будет влиять на выживаемость соответственно провели такие исследования которые подтвердили что людям без диабета совершенно спокойно можно применять эти препараты потому что эти препараты хоть и выводят глюкозу из организма они выводят лишнюю глюкозу то есть они не вызывают гипогликемию то есть людей людей которых есть проблемы то есть у которых нет проблем с диабетом у них не будет гипогликемии на фоне этих препаратов и соответственно провели исследование то есть в одной группе соответственно люди были соответственно с сердечной недостаточностью они получали терапию идеальную терапию от сердечной достаточно в другой группе людей они также были сердечной достаточности получали идеальную терапию но уже с этим, с ингибитором CGLT2, вот, и потом сравнили и посмотрели, то есть во второй группе, которые получали эти ингибиторы, снизилась сердечно-сосудистая смерть, снизилась общая смертность, снизилась частота госпитализации и дестабилизации, так скажем, сердечной недостаточности, там, на 25-30%, и, соответственно, но в этом исследовании были люди с ХСН с низкой фракцией выброса, то есть у людей, у которых была фракция выброса меньше 40, вот, и начиная уже с 20-го года начали проводить исследования на дапоглафазине, вот, все время не выговорят препарат, но ничего, форсиги, вот, соответственно, у людей, у которых либо сохраненная фракция выброса, либо промежуточная, то есть больше, чем 40%, и тоже показал свою эффективность, вот, соответственно, сейчас этот препарат включен в терапию, в стандартную терапию, у которой, у людей, у которых есть сердечная недостаточность. Ну, за счет чего это все происходит? Ну, скорее всего, за счет того, что эти препараты обладают очень, так скажем, ощутимым нефропротективным действием, вот, они защищают почки, то есть происходит нефропротекция, как известно, самый главный орган, который, можно сказать, отвечает за прогрессирование ХСН, это далеко не только сердце и сосуды, это почки, вот, поэтому препараты из группы CGLT2 включены в обязательную терапию для лечения ХСН, начиная уже с 21-го года, это нововведение, раньше, до этого, то они тоже включались, как квадротерапия, но для людей, у которых ХСН с низкой фракцией выброса, сейчас у кого и промежуточная фракция выброса, то есть от 40 до 49, и у кого сохраненная фракция выброса, то есть у кого больше 50%. Вот вся суть этих самых ингибиторов, вот, меня просили об этом сказать в сторис, но в сторис бы я, я бы, наверное, затянул там и все бы уместил.